Урок 1. Мне интересно, как вы покупаете продукты. Привет, Анна. Как прошёл твой день? Все было хорошо, спасибо. Как насчёт твоего? Тоже неплохо. Кстати, мне интересно, как вы покупаете продукты. Не могли бы вы поделиться? Конечно, я буду рада. Я обычно хожу в супермаркет каждое воскресенье. Составляете ли вы список перед отъездом? Да, я всегда составляю список покупок, чтобы оставаться в порядке. Неплохая идея. Как вы решаете, что включить в свой список? Я планирую еду на неделю, а затем записываю ингредиенты, которые мне нужны. Вы каждый раз ходите в один и тот же супермаркет? В большинстве случаев да. Здесь удобно и есть все, что мне нужно. Как добраться до супермаркета? Я обычно езжу туда на машине, так как это недалеко от моего дома. Вы предпочитаете делать покупки в одиночку или с кем-то ещё? Обычно я предпочитаю ходить по магазинам в одиночку, чтобы сосредоточиться и не торопиться. В этом есть смысл. Сколько времени обычно занимает покупка продуктов? Обычно это занимает около часа, в зависимости от того, насколько там людно. И есть ли у вас какие-либо советы по экономии денег при покупке продуктов? Я стараюсь придерживаться своего списка и избегать импульсивных покупок. Это помогает мне уложиться в бюджет. Спасибо, что поделилась своим распорядком дня, Анна. Я ценю это. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла поделиться. Урок 2. Я слышала, что вы попробовали новый рецепт. Привет, Анна. Я слышала, что ты попробовал новый рецепт. Звучит интересно. Как получилось? Получилось отлично. Всем понравилось. Это замечательно. Какой рецепт вы попробовали? Я приготовила куриное жаркое с овощами. Звучит вкусно. Сложно ли было приготовить? Не совсем. На самом деле все было довольно просто. Вы следовали рецепту или создали его сами? Я воспользовалась рецептом, который нашла в интернете. Вносили ли вы какие-либо изменения в рецепт? Да, я добавила дополнительные специи для придания аромата. Неплохая идея. С чем вы ее подали? Я подала его с приготовленным на пару рисом на гарнир. Каков был общий вкус? Оно было очень ароматным и сбалансированным. Рада это слышать. Справитесь ли вы снова? Определенно. Это будет регулярно в моей ротации рецептов. Приятно это слышать. Я бы с удовольствием ее как-нибудь попробовал. Конечно, я могу поделиться рецептом с вами. Урок 3. Вы когда-нибудь путешествовали в одиночку? Привет, Анна. Ты когда-нибудь бывал в одиночном путешествии? Я подумываю о том, чтобы поскорее взять его в руки. Да, я уже бывал в одиночном путешествии. Это был потрясающий опыт. Приятно это слышать. Куда ты пошел? Я уехал в Таиланд на 2 недели. Ух ты, звучит захватывающе. Вы чувствовали себя в безопасности, путешествуя в одиночку? Да, большую часть времени я чувствовала себя в безопасности. Я приняла меры предосторожности и оставалась на чеку. Были ли проблемы, с которыми вы столкнулись во время своей одиночной поездки? Одна из проблем заключалась в том, чтобы принимать все решения самостоятельно, но это также способствовало расширению прав и возможностей. Вы познакомились с новыми людьми во время поездки? Да, я познакомился со многими интересными людьми из разных стран. Наверное, это была прекрасная возможность познакомиться с разными культурами. Абсолютно. Это открыло мне глаза, и у меня появилось несколько друзей на всю жизнь. Какие-нибудь советы или рекомендации для тех, кто собирается отправиться в путешествие в одиночку? Планируйте заранее, исследуйте место назначения и доверяйте своим инстинктам. Спасибо, что поделились своим опытом и советами, Анна. Это полезно. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, у тебя будет потрясающее путешествие в одиночку. Урок 4. Меня переполняют мои цели. Привет, Анна. Я была ошеломлена своими целями. Не знаю, с чего начать. Важно разбить их на более мелкие и измеримые этапы. Это помогает сделать их более управляемыми. В этом есть смысл. Сосредоточиваясь на одном шаге за раз, я могу добиться прогресса, не чувствуя себя подавленным. Именно так. Начните с определения первого действия, которое вам нужно предпринять, а затем переходите к следующему. Я составлю список задач и расставлю их приоритеты в зависимости от того, что нужно сделать в первую очередь. Это хороший подход. Это помогает внести ясность и структурированность в ваши цели. Теперь я чувствую себя лучше. Если разбить их на более мелкие шаги, все кажутся более достижимым. Я рада это слышать, Джон. Помните, что вы всегда можете скорректировать и адаптировать свой план по ходу дела. Спасибо за рекомендации, Анна. Обнадеживает твоя поддержка. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы помочь. Сообщите мне, если вам понадобится дополнительная помощь. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна. Скоро с вами поговорим. Скоро поговорим, Джон. Берегите себя и сохраняйте мотивацию. Урок 5. Я собирался завтра пойти на утреннюю пробежку. Привет, Анна. Я собирался завтра пойти на утреннюю пробежку. У тебя это работает. Звучит неплохо. Мне тоже не помешало бы немного потренироваться. Рассчитывайте на меня. Отлично. Давай встретимся в парке в 7 утра. Тебе это время подходит? Да, в 7 утра все отлично. Я поставлю будильник, чтобы просыпаться вовремя. Идеально. Будет приятно начать день со свежего воздуха и физических упражнений. Согласен. Утренние пробежки – отличный способ зарядиться энергией и очистить ум. Жду этого с нетерпением. Увидимся завтра в парке, Анна. Увидимся там, Джон. Давайте отлично потренируемся. Береги себя. Анна, тоже позаботьтесь. Увидимся завтра утром. Урок 6. Я внес некоторые изменения в нашу презентацию. Привет, Анна. Я внесла некоторые изменения в нашу презентацию. Можешь взглянуть? Конечно, я был бы рад. Покажите мне, что вы сделали. Я изменил порядок слайдов и добавил несколько визуальных эффектов для большей наглядности. Отлично. Небольшие изменения могут существенно повлиять на способ передачи информации. Я рада, что вы так думаете. Я хотела убедиться, что она интересная и понятная. Теперь это определенно выглядит более привлекательно. Отлично. Спасибо, Анна. Ваши отзывы сыграли неоценимую роль в этих улучшениях. Добро пожаловать. Я всегда здесь, чтобы помочь. Сотрудничество приводит к лучшим результатам. Не могу не согласиться. Наша командная работа, безусловно, повысила качество нашей работы. Абсолютно. Давайте продолжим сотрудничество и вместе добьемся отличных результатов. Скоро поговорим, Джон. Продолжайте в том же духе. Урок 7. На этой неделе была очень жаркая погода. Привет, Анна. Вам не кажется, что на этой неделе было очень жарко? Определенно. Это было совершенно невыносимо. Нам нужен способ охладиться. У меня есть идея. Как насчет того, чтобы пойти вместе на пляж в эти выходные? Звучит прекрасно. Пляж – идеальное место, где можно укрыться от жары и насладиться освежающей водой. Я рада, что вам понравилась идея. Мы можем плавать, отдыхать и греться на солнце. Рассчитывайте на меня. Я принесу закуски и солнцезащитный крем. Отлично. Я возьму с собой пляжный зонт и полотенце. Это будет фантастический день. Не могу дождаться. Это будет веселый отдых на выходных и возможность расслабиться. Абсолютно. Давайте воспользуемся этим по максимуму и создадим прекрасные воспоминания вместе. Согласен, Джон. Выходные будут незабываемыми. Тогда увидимся. Увидимся на пляже, Анна. Приготовьтесь освежиться. Урок 8. Думаю, нам нужно скорректировать сроки. Привет, Анна. Я думал о предстоящем сроке реализации проекта и думаю, что нам нужно скорректировать сроки. Я понимаю твою точку зрения. Похоже, нам предстоит многое сделать за короткий промежуток времени. Именно так. Чтобы быть честными по отношению к себе и обеспечить качественную работу, давайте пойдем на компромисс и продлим срок на несколько дней. Звучит разумно. Это даст нам больше возможностей для эффективного выполнения задач. Я рада, что вы согласны. Важно отдавать предпочтение качеству, а не спешить уложиться в нереалистичные сроки. Не могу не согласиться. Уделяя себе больше времени, мы можем добиться лучшего конечного результата. Отлично. Я сообщу нашему руководителю и команде о предлагаемом продлении срока. Спасибо, Джон. Мы ценим ваш проактивный подход. Давайте работать вместе, чтобы проект был успешным. Конечно, Анна. Командная работа и открытое общение являются ключом к достижению наших целей. Давайте приступим к работе. Давай сделаем это, Джон. Я уверен, что мы сможем преодолеть любые трудности и реализовать выдающийся проект. Урок 9. Оно отправилось в Краеведческий музей. Привет, Анна. Угадайте, куда я вчера пошел? Она отправилась в местный исторический музей. А правда, я собирался посетить это место. Как все прошло. Это было увлекательно. Я так много узнала об истории и наследии нашего города. Звучит потрясающе. Мне нравится посещать музеи и узнавать о разных культурах. Вам обязательно стоит это проверить. Здесь были представлены интерактивные экспонаты и артефакты разных периодов времени. Обязательно приеду в ближайшее время. Важно ценить и понимать историю нашего сообщества. Абсолютно. Это дает нам чувство идентичности и помогает ценить настоящее. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделился своим опытом, Джон. Это вдохновило меня уделить приоритетное внимание посещению музея. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что смогла мотивировать тебя. Давайте продолжим исследовать и учиться вместе. Конечно, Джон. Обучение – это путешествие длиною в жизнь. Давайте примем его на вооружении. Привет, Анна. Угадайте, куда я вчера пошел. Это был Краевический музей. А правда. Я собирался посетить это место. Как все прошло. Это было увлекательно. Я так много узнала об истории и наследии нашего города. В музее был представлен широкий спектр экспонатов, демонстрирующих эволюцию нашего сообщества за эти годы. Звучит потрясающе. Мне нравится посещать музеи и узнавать о разных культурах. Каковы были некоторые из самых ярких моментов? Одной из достопримечательностей стала галерея, посвященная коренным племенам, которые изначально населяли наш регион. Мне удалось увидеть их традиционные артефакты и узнать об их образе жизни. Это невероятно. Важно ценить и понимать историю нашего сообщества, в том числе и его коренных жителей. Абсолютно. Это укрепляет нашу связь с землей и людьми, которые жили до нас. Здесь также были представлены экспонаты, посвященные основанию города и его развитию на протяжении многих лет. Наверное, было интересно наблюдать за тем, как наш город изменился с течением времени. Мне не терпится лично осмотреть эти экспонаты. Вам обязательно стоит это проверить. Интерактивные выставки и мультимедийные презентации сделали экскурсию интересной и информативной. Обязательно приеду в ближайшее время. Изучение истории нашего города позволит мне лучше понять, где мы живем. Не могу не согласиться. Это все равно, что собрать воедино пазл нашего прошлого, и это помогает нам лучше понять настоящее. Спасибо, что поделился своим опытом, Джон. Это вдохновило меня уделить приоритетное внимание посещению музея. Давайте продолжим исследовать и учиться вместе. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что смогла мотивировать тебя. Обучение — это путешествие длиною в жизнь, и всегда можно открыть для себя что-то новое. Давайте воспользуемся этим. Урок 10. Как вы думаете, что важно в отношениях? Привет, Анна. Я хотела поговорить с вами об отношениях. Как вы думаете, что важно в отношениях? Да, для меня важно доверять и получать доверие. Честность — ключ к успеху. Согласен. Доверие — основа крепких и здоровых отношений. Общение также имеет решающее значение. Важно открыто выражать свои мысли и чувства. Абсолютно. Эффективное общение помогает нам лучше понимать друг друга и разрешать конфликты. Уважение — еще один важный аспект. Мы должны ценить мнение и границы друг друга. Уважение очень важно. Это создает благоприятную и гармоничную атмосферу. Я также верю во взаимную поддержку и ободрение. Очень важно быть рядом друг с другом. Не могу не согласиться. Поддержка друг друга как в хорошие, так и в трудные времена укрепляет связь. И давайте не будем забывать о том, как весело провести время вместе. Обмен впечатлениями и смех создают незабываемые воспоминания. Именно так, Джон. Наслаждаться обществом друг друга и создавать радостные моменты — вот что делает отношения особенными. Отлично сказано, Анна. Давайте продолжим развивать наши отношения и беречь те качества, о которых мы говорили. Я согласен с этим, Джон. Желаем крепких и полноценных отношений. Урок 11. Я все время искал недостающие ключи. Привет, Анна. Я изо всех сил искал пропавшие ключи. А нет. Это расстраивает. Где вы их в последний раз брали? Раньше они были у меня в кармане, но теперь они, похоже, исчезли. Давайте вернемся к вашим шагам. Возможно, они упали где-то в доме. Отличная идея. Я начну с осмотра гостиной, а затем перейду на кухню. Я помогу вам найти. Иногда все оказывается в неожиданных местах. Спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Давайте найдем эти ключи. Без проблем, Джон. Мы вместе разгадаем эту тайну. Должно быть, они где-то есть. Надеюсь, что да. Они мне очень нужны. Давайте продолжим поиски и не сдадимся. Абсолютно. Мы не оставим камня на камне, пока не найдем ваши ключи. Я благодарна за поддержку, Анна. Давайте продолжим поиски и, надеюсь, скоро их найдем. Не упоминай об этом, Джон. Мы команда. Мы найдем эти ключи в кратчайшие сроки. Привет, Анна. Я изо всех сил искал пропавшие ключи. Кажется, я нигде не могу их найти. А нет. Это расстраивает. Потеря ключей может стать такой проблемой. Когда вы в последний раз их видели? Они были у меня в кармане раньше, когда я выходил на прогулку. Но теперь их нигде не найти. Давайте попробуем повторить ваши шаги. Возможно, они поссорились, когда вы гуляли или возвращались домой. Неплохая идея. Сначала я проверю путь, по которому шел во время прогулки, а затем тщательно обыщу место, где обычно храню ключи. Я помогу тебе найти, Джон. Иногда вещи могут оказаться в неожиданных местах или потеряться. Спасибо, Анна. Я очень ценю твою помощь. Мне было очень тяжело не найти их. Без проблем, Джон. Мы команда и вместе мы разгадаем эту тайну. Давайте сохраним позитивный настрой и настойчивость. Надеюсь, вы правы. Я во многом полагаюсь на эти ключи. Без них было неудобно. Понимаю. Потеря ключей может нарушить нашу повседневную жизнь. Но не волнуйтесь, мы их найдем. Вы тщательно проверили свои карманы и обычное место. Да, я проверял несколько раз, но пока не повезло. Я даже заглянула в подушки дивана и под мебель. Продолжай поиски, Джон. Иногда предметы могут прятаться на виду. Не забудьте также заглянуть в неожиданное место. Ты права, Анна. Мне не следует упускать из виду ни укромные уголки, ни закоулки. Я продолжу поиски с новой решимостью. В этом дух, Джон. Давайте не сдадимся, пока не найдем их. Уверен, они скоро появятся. Конечно, Джон. Спасибо за поддержку и поддержку, Анна. Мы занимаемся этим вместе. Для меня это очень много значит. Мы найдем эти ключи и разгадаем эту тайну. Давайте продолжим поиски вместе. Урок 12. Я рассматриваю возможность получения повышения по службе. Привет, Анна. Я подумываю подать заявку на повышение по службе. Отлично, Джон. Звучит как захватывающая возможность. Какая должность вас интересует? Меня интересует должность старшего менеджера в нашем отделе. Я считаю, что у меня есть необходимые навыки и опыт. Это просто фантастика. Важно ставить перед собой высокие цели и добиваться желаемого. Вы говорили с кем-нибудь о своих намерениях? Пока нет. Я хотел собрать больше информации и подготовиться, прежде чем обсуждать ее со своим руководителем. Это разумный подход. При продвижении по службе важно быть хорошо подготовленным и уверенным в своих силах. Согласен. Я изучал обязанности и требования этой должности, чтобы убедиться, что я соответствую критериям. Отличная инициатива, Джон. Это свидетельствует о вашей преданности и стремлении к профессиональному росту. Спасибо, Анна. Я считаю, что это повышение по службе откроет новые задачи и откроет новые возможности для карьерного роста. Абсолютно. Это возможность продемонстрировать свои навыки и взять на себя большую ответственность в компании. Я в восторге от возможностей личного и профессионального развития, которые может дать это повышение по службе. Я тоже рада за тебя, Джон. У тебя есть все необходимое, чтобы преуспеть в этой роли. Когда вы планируете подать заявку? Я планирую отправить его к концу недели. Я хочу уделить себе достаточно времени доработке заявки. Похоже, это хороший план. Потратьте время на создание надежного приложения, подчеркивающего вашу квалификацию. Я так и сделаю, Анна. Спасибо за поддержку и поддержку. Для меня это очень много значит. Добро пожаловать, Джон. Я верю в тебя и твои способности. Желаю вам удачи с вашей заявкой. Спасибо, Анна. Я буду держать вас в курсе того, как всё идёт. Ваша поддержка очень много значит для меня. Урок 13. Смотрели ли вы в последнее время хорошие фильмы? Привет, Анна. Вы смотрели хорошие фильмы в последнее время. Ах да, я только что посмотрел великолепный триллер. Он держал меня на краю сиденья. Звучит захватывающе. Как назывался фильм? Она называется «Безмолвный свидетель». Сюжет был захватывающим, а напряжённость – напряжённой. Я обязательно добавлю его в свой список наблюдения. Обожаю захватывающие фильмы, которые заставляют меня гадать. Ты не разочаруешься, Джон. Актёрская игра и операторская работа тоже были на высшем уровне. Жду этого с нетерпением. Спасибо за рекомендацию, Анна. Какие-нибудь другие фильмы вы бы посоветовали? «Забытый город» ещё один замечательный фильм, который я недавно посмотрел. Это наводящая на размышления драма с мощным посланием. Обязательно посмотрю и эту. Мне нравятся фильмы, которые заставляют меня размышлять и задавать вопросы. Это определённый фильм, который заставит вас задуматься ещё долго после его окончания. Дайте мне знать, что вы думаете, когда смотрите его. Я так и сделаю, Анна. Спасибо, что поделились этими рекомендациями по фильмам. Всегда приятно открывать для себя новые фильмы. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог поделиться с вами впечатлениями от просмотра фильмов. Наслаждайтесь фильмами. Я так и сделаю, Анна. Ещё раз спасибо. Давайте продолжим обмениваться рекомендациями и вместе изучать мир кино. Урок 14. Вы там уже бывали. Привет, Анна. Ты там уже бывал? Нет, я впервые. Я там никогда не был. Это захватывающе. Всегда интересно исследовать новые места. Куда ты планируешь поехать? Я собираюсь посетить Париж. Я так много слышала о его красоте и богатой истории. Не могу дождаться. Я с нетерпением жду возможности посетить Эфелеву башню и осмотреть луф. Посмотреть и чем заняться. Это достопримечательности, которые обязательно нужно посетить. Не забудьте также попробовать вкусные блюда французской кухни. Абсолютно. Мне не терпится побаловать себя круассанами, макаронами и другими французскими деликатесами. Еда вам понравится. Париж известен своими кулинарными шедеврами. Не забудьте сделать много фотографий. Я запечатлю каждый особенный момент. Я хочу оставить незабываемые воспоминания об этой поездке. Отличная идея. Фотографии позволят вам пережить этот опыт даже после вашего возвращения. Я веду обратный отсчет дней. Это будет незабываемое приключение. Я очень рада за тебя, Анна. Путешествия в новые места расширяют наш кругозор и обогащают нашу жизнь. Спасибо, Джон. Я благодарна за эту возможность. Я поделюсь с вами всеми яркими моментами, когда вернусь. Мне не терпится услышать о твоем опыте, Анна. Безопасных путешествий и наслаждения каждым моментом в Париже. Спасибо, Джон. Я воспользуюсь этим по максимуму. Увидимся, когда вернусь. Урок 15. Мне нужны новые джинсы и повседневные рубашки. Привет, Анна. Мне нужны новые джинсы и повседневные рубашки. Похоже на шоппинг. Где вы планируете их искать? Я начну с посещения нескольких местных магазинов одежды в торговом центре. Отличная идея. Вы можете попробовать разные бренды и стили, чтобы найти то, что вам больше всего подходит. Именно так. Я ищу джинсы, которые хорошо сидят по фигуре, и удобные рубашки. Не забудьте также рассмотреть предпочтительные цвета и узоры. Определенно. Мне нравятся классические цвета, такие как синий и черный для джинсов, и универсальные цвета для рубашек. Возможно, вы также захотите подумать об этом событии и сезоне. Это хорошее замечание. Я буду искать рубашки, подходящие как для повседневной, так и для полуофициальной обстановки. Следите за любыми распродажами или скидками. Возможно, вы найдете отличные предложения. Обязательно проверю наличие рекламных акций. Экономия денег всегда является бонусом. Приятных вам покупок, Джон. Надеюсь, вы найдете идеальные джинсы и рубашки. Спасибо, Анна. Я расскажу вам, как все идет. Ваши советы по моде всегда ценятся. В любое время, Джон. Удачного вам шопинга. Урок 16. Какие кардиотренировки вы выполняете? Привет, Анна. Обычно я начинаю с нескольких минут кардиотренировок, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений. Это отличный способ размяться перед тренировкой. Какие кардиотренировки вы выполняете? Обычно я начинаю с быстрой пробежки по беговой дорожке или нескольких минут прыжков на домкратах. Это эффективные кардиотренировки. Они помогают увеличить частоту сердечных сокращений и подготовить тело к более интенсивным нагрузкам. Именно так. Это также помогает мне морально подготовиться к тренировке и обрести правильный настрой. Кардио – отличный способ повысить выносливость сердечно-сосудистой системы и общий уровень физической подготовки. Я заметила, что это дает мне больше энергии и помогает лучше тренироваться. Это общее преимущество кардиотренировок. Это повышает выносливость и позволяет проводить более длительные и интенсивные тренировки. Это стало неотъемлемой частью моей тренировки. Я стараюсь использовать его в своих тренировках по крайней мере три раза в неделю. Спасибо, Анна. Потребовалось некоторое время, чтобы выработать эту привычку, но теперь она кажется естественной и необходимой. Продолжай в том же духе, Джон. Твоя преданность целям в фитнесе вдохновляет. Я ценю твою поддержку, Анна. Это мотивирует меня продолжать работать над собой и стремиться к прогрессу. Добро пожаловать, Джон. Не забывайте прислушиваться к своему телу и при необходимости регулировать интенсивность кардиотренировок. Абсолютно. Я обязательно прислушаюсь к своему телу и внесу соответствующие коррективы. Спасибо за напоминание, Анна. Без проблем, Джон. Продолжайте в том же духе и наслаждайтесь кардиотренировками. Спасибо, Анна. Я так и сделаю. Давайте продолжим мотивировать друг друга в наших фитнес-путешествиях. Урок 17. Важно сохранять бдительность. Привет, Анна. Во время путешествий важно проявлять бдительность. Конечно, Джон. Знание того, что нас окружает, крайне важно для нашей безопасности. Также важно проявлять непредвзятость и получать новые впечатления. Согласен. Путешествия знакомят нас с разными культурами и перспективами. Мы должны уважать местные обычаи и традиции. Верно, Джон. Важно проявлять внимательность и культурную чуткость. И давайте не забудем попробовать новые блюда и изучить местную кухню. Попробуйте блюда местной кухни – прекрасный способ погрузиться в культуру. Мы также должны быть готовы к непредвиденным ситуациям и иметь запасной план. Наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях позволяет нам справиться с любыми возникающими проблемами. И давайте обязательно задокументируем наши воспоминания о путешествиях с помощью фотографий и журналов. Запечатление нашего опыта помогает нам беречь и делиться моментами позже. Путешествие – отличная возможность для личностного роста и создания незабываемых воспоминаний. Это действительно так, Джон. Давайте продолжим исследовать мир с любопытством и непредвзятостью. Не могу не согласиться, Анна. Давайте воспользуемся нашими путешествиями по максимуму. Конечно, Джон. Впереди еще много увлекательных путешествий. Приветствую вас, Анна. Давайте продолжим исследовать и наслаждаться красотой мира. Урок 18. Я приготовила свежие булочки и чай. Привет, Анна. Я приготовила свежие булочки и чай. Надеюсь, вам понравится каждый кусочек. Спасибо, Джон. Звучит восхитительно. Мне не терпится их попробовать. Я испекла их сегодня утром, так что они все еще теплые и ароматные. Это замечательно. Аромат должно быть потрясающий. Я ценю ваши усилия. Мне очень приятно, Анна. Мне нравится печь и делиться вкусными угощениями с друзьями. Мне повезло, что ты мой друг. У тебя всегда очень вкусные булочки. Спасибо, Анна. Я рада, что они вам нравятся. Нам надо чаще пить чай и булочки. Согласен. Это прекрасный способ расслабиться и пообщаться друг с другом. Кстати, о чае, когда вы можете прийти и насладиться им? Как насчет субботнего вечера? Тогда у меня есть свободное время. Субботний вечер мне тоже подходит. Давайте устроим уютный сеанс чаепития и булочек. Звучит отлично, Джон. Я уже жду этого с нетерпением. Я тоже, Анна. Это будет прекрасное время, чтобы расслабиться и насладиться обществом друг друга. Спасибо за приглашение и вкусные булочки, Джон. Я ценю нашу дружбу. Это мое удовольствие, Анна. Такие друзья, как ты, делают жизнь приятнее. Увидимся в субботу. Тогда увидимся, Джон. Я принесу особенный чай в дополнение к твоим фантастическим булочкам. Урок 19. Я недавно купил несколько комнатных растений. Привет, Анна. Недавно у меня появились комнатные растения, но я не знаю, как за ними ухаживать. Не волнуйся, Джон. Я могу вам с этим помочь. Комнатные растения нуждаются в надлежащем уходе, чтобы они процветали. Было бы здорово, Анна. Я хочу, чтобы они оставались здоровыми и энергичными. Рассматривали ли вы возможность получения поддержки, например, руководств по уходу за растениями или онлайн-ресурсов? Неплохая идея. Я обязательно проведу небольшое исследование, чтобы узнать больше об их конкретных потребностях. У каждого растения разные требования к свету, воде и температуре. Их важно понимать. Я запишу это на заметку. Я хочу обеспечить наилучшие условия для каждого из моих растений. Регулярный полив, надлежащий дренаж и периодическое внесение удобрений, необходимы для их благополучия. Я составлю график полива и постараюсь не допускать чрезмерного полива и не погружать их под воду. Хороший подход, Джон. Наблюдение также играет ключевую роль. Обращайте внимание на любые признаки болезни или вредителей. Я буду внимательно следить за ними и оперативно решать любые проблемы. Я хочу, чтобы мои растения процветали. Твоя преданность, несомненно, окупится, Джон. Помните, что каждое растение уникально, поэтому корректируйте уход соответствующим образом. Спасибо, Анна. Ваше руководство и поддержка очень много значат. Я очень рад стать родителем растений. Добро пожаловать, Джон. Я с радостью помогу. Ваши растения привнесут красоту и свежий воздух в ваш дом. Не могу дождаться их процветания. Еще раз спасибо, Анна. Я буду держать вас в курсе их прогресса. Мне бы очень хотелось услышать об этом, Джон. Наслаждайтесь новыми зелеными компаньонами и счастливым уходом за растениями. Я так и сделаю, Анна. Давайте продолжим делиться нашей любовью к растениям и природе. Урок 20. Следите ли вы за курсами валют в последнее время? Привет, Анна. Следите ли вы за курсами валют в последнее время? Да, Джон. Обменные курсы валют могут существенно повлиять на наши международные продажи. Это правда. Колебания валютных курсов могут повлиять на цены на нашу продукцию на разных рынках. Важно следить за обменными курсами, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствующим образом корректировать цены. Нам следует учитывать потенциальное влияние на нашу мржу прибыли и ценовые стратегии. Конечно, Джон. Укрепление местной валюты может привести к удорожанию нашей продукции для клиентов за рубежом. И наоборот, ослабление местной валюты может сделать наши продукты более доступными и привлекательными на зарубежных рынках. Возможно, нам придется застраховаться от валютных рисков или изучить варианты валютного хеджирования. Хеджирование может помочь смягчить влияние колебаний обменного курса на наши международные продажи. Также важно быть в курсе экономических и геополитических факторов, влияющих на обменные курсы. Мы должны анализировать валютные тренды и принимать взвешенные решения, основанные на рыночных условиях. Верно, Анна. Глубокое понимание курсов – валют жизненно важно для нашего международного бизнеса. Давайте будем в курсе событий и обсудим любые необходимые корректировки наших стратегий ценообразования и продаж. Согласна, Анна. Наша гибкость и адаптируемость помогут нам ориентироваться в трудностях и возможностях, связанных с обменными курсами валют. Вместе мы сможем оптимизировать международные продажи и добиться успеха. Давайте внимательно следим за этими ставками. Конечно, Анна. Наша командная работа и бдительность обеспечат процветание нашего бизнеса на мировом рынке. Урок 21. Сузили ли вы свой предпочтительный выбор? Привет, Анна. Доступно так много вариантов. Вы сузили список предпочтительных вариантов. Да, Джон. Я провел небольшое исследование, и у меня есть несколько вариантов. Отлично. Перед принятием решения важно взвесить все за и против каждого варианта. Абсолютно. Я учитывал такие факторы, как качество, доступность и отзывы клиентов. Это важные соображения. Также важно учитывать свои конкретные потребности и предпочтения. Рекомендуется составить список ваших приоритетов и сравнить их с каждым вариантом. Этим я и занимаюсь. Это помогает мне оставаться организованным и делать осознанный выбор. Также полезно узнать рекомендации или мнения других лиц, имеющих опыт работы с рассматриваемыми вами вариантами. Я обращался к друзьям и читал онлайн-обзоры, чтобы узнать разные точки зрения. Это разумный подход. Всегда полезно собирать как можно больше информации. При таком большом количестве вариантов может быть сложно, но если вы потратите время на изучение и сравнение, вы сможете принять лучшее решение. Конечно, Анна. Не торопитесь с процессом. Не торопитесь и доверьтесь своим инстинктам. Спасибо за совет, Джон. В ближайшее время я продолжу исследования и сужу список предпочтительных вариантов. Добро пожаловать, Анна. Я здесь, чтобы поддержать тебя. Сообщите мне, если вам понадобится дополнительная помощь. Я ценю это, Джон. Ваша поддержка очень много значит. Я буду держать вас в курсе своего решения. Звучит неплохо, Анна. Мне не терпится услышать, что вы выберете. Удачи в процессе принятия решений. Спасибо, Джон. Мы ценим ваши добрые пожелания. Скоро я с вами поговорю. Урок 22. Я думала о нашем предстоящем переезде. Привет, Анна. Я думала о нашем предстоящем переезде. Договорились, что мы можем начать поиск уютных апартаментов с отличными отзывами. Конечно, Джон. Давайте найдем удобное место с положительными отзывами предыдущих жильцов. Это правда. Мы также должны учитывать наш бюджет и желаемое местоположение. Онлайн-платформы и веб-сайты по недвижимости могут быть полезны в нашем поиске. Определенно. Мы можем просматривать списки и фильтровать их в соответствии с нашими предпочтениями. Чтение отзывов нынешних и бывших жителей даст нам представление о качестве квартир и управлении ими. Важно уделять приоритетное внимание безопасности, чистоте и общей удовлетворенности жителей. Мы также можем составить список обязательных удобств и функций, которые мы ищем в квартире. Отличная идея. Таким образом, мы можем сравнить варианты и выбрать тот, который соответствует нашим потребностям. Мы также должны учитывать близость к общественному транспорту. Продуктовым магазинам и другим основным услугам. Местоположение играет важную роль в удобстве и доступности. Как только у нас будет короткий список потенциальных квартир, мы можем запланировать визиты, чтобы увидеть их лично. Ознакомление с квартирами из первых рук поможет нам оценить пространство и лучше понять окружающую среду. А если у нас возникнут какие-либо вопросы или опасения, мы можем связаться с арендодателями или управляющими недвижимостью. Коммуникация играет ключевую роль. Устранение любых сомнений или уточнения деталей поможет нам принять обоснованное решение. Давайте начнем поиск сегодня. Мне не терпится найти для нас новый уютный и комфортный дом. Я тоже, Джон. Давайте погрузимся в поиск квартиры и сделаем переезд простым и приятным процессом. Согласна, Анна. Постараемся найти идеальное место для нашей следующей совместной главы. Приветствую вас, Джон. Давайте начнем. Урок 23. Вы уже пробовали этот новый ресторан в городе. Привет, Анна. Вы уже пробовали этот новый ресторан в городе. А я давно собирался его попробовать. Что вы рекомендуете? Да, Джон. Я ездил туда на прошлой неделе. Блюда из пасты были очень вкусными. Звучит заманчиво. Какое блюдо из пасты вам больше всего понравилось? Карбонара была потрясающей. В ней был сливочный соус с хрустящим беконом. Я фанат карбонары. Я обязательно попробую. Какие-нибудь другие рекомендации? Тирамисо на десерт был просто невероятным. Оно было сытным и ароматным. Тирамисо – одна из моих любимых. Я оставлю для него немного места. А хлеб был идеально поджарен. Обожаю брускетту. Это отличный способ начать трапезу. Спасибо за рекомендации, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вам понравится ужин в ресторане. Жду этого с нетерпением. Ваши восторженные отзывы вызывают у меня еще больший восторг. Пойдем скорее. Конечно, Джон. Это будет кулинарное приключение. Давайте спланируем наш визит и вместе насладимся вкусной едой. Похоже на план, Анна. Мне не терпится попробовать эти блюда. Спасибо, что поделились своим опытом. В любое время, Джон. Я рада, что смогла помочь. Давайте скоро удовлетворим наши вкусовые рецепторы. Конечно, Анна. Давайте воплотим это в жизнь. А пока давайте продолжим изучать новые кулинарные шедевры. Согласен, Джон. Желаю хорошей еды и хорошей компании. Урок 24. Мы обосновались в новом городе. Привет, Анна. Теперь, когда мы обосновались в нашем новом городе, давайте обязательно осмотрим его. Конечно, Джон. Здесь есть что посмотреть и открыть для себя. Мы должны начать с посещения популярных достопримечательностей. Отличная идея. Это даст нам представление об истории и культуре города. Мы также можем обратиться к местным жителям за рекомендациями по поиску скрытых сокровищ и мест в глуши. Местные знания могут привести нас к уникальным впечатлениям и менее известным местам. Давайте попробуем разные кухни, а также изучим местную кухню. Мне не терпится попробовать ароматы города. Обязательно попробуйте блюда местной кухни. Мы также должны использовать парки и открытые площадки для прогулок и пикников. Наслаждение природой и зелеными насаждениями поможет нам расслабиться и оценить окружающую среду. Изучение окрестностей и торговых районов позволит нам проникнуться атмосферой города. Будет интересно посмотреть разные районы и найти наше любимое место. Мы также можем посещать мероприятия, фестивали и культурные мероприятия, происходящие в городе. Погружение в местную культуру обогатит наш опыт. Налажимые согласия и знакомства с сообществом. Давайте о знакомствах по путешествии нам предстоит открыть для себя так много нового. Анна, мы отправляемся в путешествие по городу. Давайте проведем здесь время с пользой. Приветствую вас, Джон. Давайте выйдем на улицу и воспользуемся всем, что может предложить город. Урок 25. Как вы думаете, люди отдают предпочтение бесплатному Wi-Fi или завтраку? Привет, Анна. Как вы думаете, когда дело доходит до выбора отеля, люди отдают предпочтение бесплатному Wi-Fi или завтраку? Это трудный выбор, Джон. Но я думаю, что бесплатный Wi-Fi важен в современном мире, связанном с интернетом. Согласен. Надежный доступ в интернет необходим как для работы, так и для отдыха. Тем не менее, завтрак также является удобным бонусом для путешественников, которые хотят начать свой день без проблем. Это правда. Это может сэкономить время и деньги, особенно для тех, у кого плотный график. Может быть, некоторые отели предлагают бесплатный Wi-Fi и завтрак? Да, многие отели предоставляют оба удобства для удовлетворения различных предпочтений гостей. В этом случае от этого выигрывают путешественники, которые ценят связь и хорошее утреннее питание. Некоторые отели даже предлагают улучшенные варианты Wi-Fi для гостей, которым требуется более высокая скорость или большая пропускная способность. Это отличная функция для деловых путешественников или тех, кто использует доступ в интернет для различных целей. В конечном счете, это зависит от приоритетов человека и потребностей в поездках. Абсолютно. При выборе отеля важно учитывать, что для вас важнее всего. Нам также следует проверить отзывы и оценки, чтобы убедиться, что предложения по Wi-Fi и завтракам соответствуют нашим ожиданиям. Согласовано. Опыт предыдущих гостей может дать нам представление о качестве этих удобств. Давайте учтем эти факторы при планировании следующей поездки и выборе жилья. Конечно, Джон. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между подключением и удобством. Отлично сказано, Анна. Мы готовы найти отели, предлагающие отличный Wi-Fi и вкусные завтраки. Приветствую вас, Джон. Нас ждут счастливое путешествие и бесперебойная связь. Урок 26. Я думаю, что четкое разделение задач поможет нам добиться максимальной эффективности. Привет, Анна. Я думаю, что при реализации этого проекта четкое разделение задач поможет нам добиться максимальной эффективности. Согласен, Джон. Когда все знают свои обязанности, мы можем работать вместе без сбоев. Давайте начнем с определения различных компонентов проекта и соответствующего назначения задач. Таким образом, каждый член команды может сосредоточиться на своей конкретной области знаний. При делегировании задач мы должны учитывать сильные стороны и навыки каждого. Это важно, Джон. Это гарантирует, что каждая задача будет поручена самому способному человеку. Общение также играет ключевую роль. Мы должны четко сообщать об ожиданиях и сроках выполнения каждой задачи. Абсолютно. Это помогает всем идти в ногу со временем и достигать поставленных целей проекта. Регулярные проверки и обновление прогресса позволят нам решать любые проблемы или вносить необходимые коррективы. Важно иметь открытую линию связи, чтобы все были в курсе событий. Мы также должны поощрять сотрудничество и поддержку между членами команды. Совместная работа и помощь друг другу будут способствовать созданию позитивной и продуктивной рабочей среды. И если возникнут какие-либо проблемы, мы должны оперативно их решать и искать решения в команде. Совместное решение проблем укрепляет нашу командную работу и обеспечивает успех проекта. Реализуя четкое разделение задач, мы можем максимально использовать наше время и ресурсы. Именно так, Джон. Это настраивает нас на эффективную и результативную реализацию проектов. Давайте начнем с распределения задач и обеспечения того, чтобы все понимали свои роли. Согласен, Джон. Четкость и командная работа помогут нам в достижении целей нашего проекта. Спасибо за то, что вы на одной волне, Анна. Давайте работать вместе и сделаем этот проект успешным. Спасибо и тебе, Джон. Уверен, что наше сотрудничество принесет отличные результаты. Давайте сделаем это. Урок 27. Я ищу новое кафе в центре города. Привет, Анна. Я ищу это новое кафе в центре города. Можете ли вы дать мне дорогу? Конечно, Джон. Просто пройдите два квартала прямо и вы увидите его слева. Прямо на два квартала, понял. Его легко заметить. Да, это довольно заметно. Ищите красочную вывеску и место для сидения на открытом воздухе. Идеально. Я буду следить за вывеской и зоной отдыха на открытом воздухе. Хороший план. Вы его не пропустите, если уделите внимание. Есть ли поблизости достопримечательности или примечательные здания? Хорошо, я буду использовать офисное здание в качестве ориентира. Находится высокое офисное здание. Звучит просто. Его должно быть легко найти. Если у вас возникнут проблемы, позвоните или напишите мне. Спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Я дам вам знать, если мне понадобится дополнительная помощь. Без проблем, Джон. Я здесь, чтобы помочь. Приятного времяпрепровождения в кафе. Еще раз спасибо, Анна. Я с нетерпением жду возможности попробовать их кофе. Скоро с вами поговорим. Добро пожаловать, Джон. Отлично проведите время, а мы наверстаем упущенное позже. Береги себя. Урок 28. Я обращался к потенциальным партнерам по нашему проекту. Привет, Анна. Я обращалась к потенциальным партнерам по нашему проекту. Угадайте, что. Некоторые из них проявили интерес. Отличная новость, Джон. Они упоминали что-то конкретное о сотрудничестве с нами. Да, они в восторге от проекта и запланировали телефонные звонки для обсуждения деталей сотрудничества. Это многообещающе. Это шаг вперед в построении прочных партнерских отношений. Конечно, Анна. Эти звонки позволят нам понять цели друг друга и понять, как мы можем работать вместе. Важно открыто общаться и находить точки соприкосновения для успешного сотрудничества. Согласен. Я подготовил несколько тезисов для обсуждения во время телефонных разговоров и лучше понять их опыт. Это разумный подход, Джон. Подготовка поможет нам извлечь максимум пользы из этих обсуждений. Я также с нетерпением жду их идей и предложений по проекту. Сотрудничество с другими открывает новые перспективы и может привести к инновационным решениям. Точно, Анна. Это возможность использовать сильные стороны разных партнеров и создать что-то значимое. Давайте обязательно будем активно слушать и участвовать в разговоре во время этих звонков. Активное слушание очень важно, Анна. Это свидетельствует о нашем искреннем интересе и помогает наладить взаимопонимание с потенциальными партнерами. И если звонки пройдут успешно, мы сможем приступить к официальному оформлению соглашений о сотрудничестве. Это следующий шаг, Анна. Нам понадобятся четкие соглашения, определяющие роли, обязанности и ожидаемые результаты. Приятно видеть прогресс в наших партнерских усилиях, Джон. Давайте сохраним набранный темп. Конечно, Анна, я буду держать вас в курсе того, как проходят эти звонки. Скрестите пальцы для успешного сотрудничества. Спасибо, Джон. Я с нетерпением жду результатов. Давайте продолжим двигаться вперед вместе. Конечно, Анна. Мы на верном пути. Скоро свяжемся с вами и расскажем о новых новостях. Звучит неплохо, Джон. Береги себя и поскорее поговори с тобой. Удачи вам в звонках. Урок 29. Как насчет поездки на остров? Привет, Анна. Я думала о нашем предстоящем отпуске. Как насчет поездки на остров? Звучит потрясающе, Джон. Имеется ли в виду какой-то конкретный остров? Я много чего слышала о Моуи. Он известен своими потрясающими пляжами и природной красотой. Моуи звучит отлично. Я всегда хотела ощутить красоту Гавайев. Это популярное туристическое направление с множеством развлечений, таких как снаркелинг, походы и изучение водопадов. Мне не терпится попробовать заняться снаркелингом и лично увидеть яркую морскую жизнь. Мы также можем посетить национальный парк Халякала и понаблюдать за захватывающим восходом солнца с вершины вулкана. Похоже, такое случается раз в жизни. Рассчитывайте на меня. И давайте не будем забывать о вкусной гавайской кухне и знакомстве с местной культурой. Попробуйте новое блюдо и погрузитесь в местные традиции. Мы также должны уделить немного времени тому, чтобы просто расслабиться на пляже и понежиться на солнце. Абсолютно. Пляжный день с бирюзовой водой и белым песком звучит как настоящее блаженство. Мауи предлагает идеальное сочетание чудес природы, активного отдыха и отдыха. Здесь каждый найдет что-то для себя. Мне не терпится исследовать Мауи вместе с тобой, Джон. Это будет незабываемый отпуск. Я рада, что ты взволнована, Анна. Это будет невероятное путешествие вместе. Давайте начнем планировать. Конечно, Джон. Давайте проведем исследование и составим маршрут, чтобы максимально использовать время, проведенное на Мауи. Я с нетерпением жду нашего островного приключения, Анна. Этот отпуск запомнится надолго. Конечно, Джон. Давайте оставим воспоминания и насладимся каждым моментом в раю. Урок 30. У меня был насыщенный рабочий день. Как прошел твой день? Привет, Анна. У меня был насыщенный рабочий день. Как прошел твой день? Было тоже довольно суматошно, Джон. Мне нужен был перерыв. Отлично. Вы также подышали свежим воздухом и немного прогулялись. Да, я так и сделала. Быстрая прогулка на улицу помогла мне успокоиться и зарядиться энергией. Перерывы и выход на свежий воздух могут творить чудеса с точки зрения производительности и общего самочувствия. Конечно, Джон. В плотном графике важно заботиться о себе. Я считаю, что отвлечение от работы на некоторое время действительно может улучшить концентрацию и творческие способности. Согласен, Джон. Это дает нашему мозгу шанс перезагрузиться и вернуться с новой энергией. Будь то прогулка, глубокий вдох или смена обстановки, эти перерывы имеют значение. Они действительно верны, Джон. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит каждому из нас. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание уходу за собой и включим эти перерывы в нашу повседневную жизнь. Конечно, Джон. Наше благополучие всегда должно быть на первом месте. Это ключевой ингредиент успеха. Верно, Анна. Давайте не будем забывать делать перерывы и заботиться о себе, которых мы заслуживаем. Конечно, Джон. Сбалансируйте работу и заботу о себе, чтобы жить счастливее и здоровее. Приветствую вас, Анна. Давайте сделаем уход за собой приоритетом на каждый день. Береги себя. Ты тоже, Джон. Береги себя и хорошего дня впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...